Пионер значит во всем первой, и в учебе, и в общественной деятельности. Об этом не понаслышке знает Анастасия Виноградская. Девушка состоит в союзе детских организаций «Сияющие звезды» больше пяти лет. За это время она прошла путь от обычного пионера до председателя секции «Галактика». «Галактика» — это орган самоуправления. То есть есть союз детских организаций «Сияющие звезды». Он состоит из пионерских организаций. Это организации внутри школ. И из этих школ выбираются самые лучшие ребята, самые активные в пионерских организациях. И они приходят к нам на «Галактику». Это еженедельный сбор. В этом году в секцию «Галактика» пришло более 20 новичков. Активисты рассказали новым участникам, чем занимаются ребята в школьных пионерских дружинах. И как вступить в ряды союза детских организаций. Мы сегодня все познакомились, узнали друг друга побольше. И нам рассказали вообще, чем мы будем заниматься и что мы будем делать. Мне понравилось очень. Мне очень-очень заинтересовало. И стало интереснее. Всего в 54-м итоговом слете Союза детских организаций «Сияющие звезды» приняло участие 68 делегатов из 14 дружин. Пионеры подвели итоги работы за год по пяти секциям. Обсудили реализованные коллективно-творческие проекты, выдвинули кандидатуры новых инструкторов, выбрали важные пионерские профессии, а также поговорили о подготовке ко Дню Победы. На каждой станции находится минимум один, максимум три представителя от своей пионерской организации, которые рассказывают информацию от своей школы. Нам всегда нужно знать итоги, чтобы мы могли сделать анализ, посмотреть, что получилось, что не получилось, что нужно сделать по-другому, что можно изменить, чтобы двигаться дальше. В мае пионеры Союза детских организаций примут участие в Параде Победы. На площади выступят знаменные группы, сводный отряд барабанщиков и 18 самых активных звезд. А 14 и 17 мая на площадке возле Дворца пионеров состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Пионерии. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24.